В начале выпуска одна из самых обсуждаемых новостей этого дня. Накануне двое мужчин спасли пятерых утопающих. Катер, который по предварительной информации следовал из Нельминоноса, перевернулся в районе поселка Искателей. Все, кто находился в крытой лодке, оказались в воде. На помощь тонущим пришли Евгений Борисевич и Александр Маслов. Кричали, ну, помогите, помогите. И эти парни не поддались панике и бросились на помощь. Евгений Борисевич и Александр Маслов спасли жизнь пятерым мужчинам. События разворачивались 20 августа в полпятого вечера. Место происшествия – река Печора в районе поселка Искателей. Заплывали на сплавке были на тоне. Заплыли. И с правой стороны, ну, под тот берег ушел катер. Причалил дальше, вот сюда, вот в конец Искателей. Покрутился возле берега минут десять. Что-то в этом катере сразу насторожило Евгения. И он пристально наблюдал за ним несколько минут. Будто предчувствовал беду. Видимо, боковой волной его опрокинуло метров семьдесят от берега. Вот. И сразу я газ полный и поехал туда. Подъезжав туда, вокруг никого нету, из-под лодки выплывал. Ну, молодой человек, вот. Выплыл, как бы наверху сидел, на днище лодки. Ну, и вокруг трое плавало. Один пытаясь выбраться на берег. Евгений и Александр сразу позвонили в МЧС. А после принялись помогать утопающим выбраться из воды. Спасательную операцию осложняли погодные условия. Дул сильный ветер и спасательный жилет, который сначала кидали тонущим, попросту уносило. Руку, который уже жизни не подавал. Я подавал ему руку. То есть, он килограмм за сто, я его просто не осилил. С Александром мы тянули. Ну, пока еще кто плавал, мы тех пытались вытащить. Но двоих мы сразу на берег вытащили, как бы за лодку задним ходом. Потом поехали, которые на днище. Его забрали. Тем временем подоспели сотрудники МЧС. Они спасли того самого мужчину, который уже не подавал признаков жизни. Как выяснится, позже пострадавший уже был в состоянии клинической смерти. Подъехал катер, ну не катер, лодка МЧС. И я им показывал, что там еще человек, который не может, не знаем, что с ним делать. Вот они его вытащили и начали пытаться откачать. Ну, вам страшно было, вот, честно-то, знаете? Да как-то непонятно было, потому что понимаешь, что надо как-то человеку все равно помочь. Тем более, ну, у тебя есть на этой силы, да. У них была большая паника, они все кричали, то есть, спасите. По официальной информации, лодка следовала из Нельминоноса. По предварительным данным, пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас, по данному факту, проводится проверка. Что же касается Евгения и Александра, мужчины считают, что ничего героического в их поступке нет. Любой нормальный человек поступил бы точно так же. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, Телеканал Север.